Слово для выступления 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 И прозрачную всем понятную программу действий. Здесь особое значение, кстати, приобретает еще один вопрос, по которому мы до сих пор спорим. О роли личности в истории. Знаете, что в эту теорию проблема вклинился вопрос о так называемом пульте личности Сталина. Это привело к глубочайшему разнижению коммунистических сил в мире. Я, например, считаю, что этот пульт личности, называемый Сталином и противоставлением Троцкого, это самый гениальный антикоммунистический проект. Я считаю, что его подсунули опытные политикаты. До сих пор выражается Троцкого. Я не хочу защищать Троцкого, но тем не менее, то, что он пошел, партия пошла на союз с межрегиональной группой, это было мудро. Во-первых, там Каплевый состав был, кто знает фальскистскую теорию, кто знает отредные персонажи, которые были рядом с Троцким, которые сейчас, кстати, они похожи. Молодащие, если бы они были решительными. И, как правило, я вам скажу, теоретически подкованные. Вот та учеба, фальскистская учеба, которая сейчас проходит, у всех учетов, мы сняли, они очень серьезно относятся к теоретическому учебу. Вы знаете, кто во главе всех этих, так называемых, оуформальных, неформальных, молодежных, как правило, друг, вера, которая, кстати, у нас с ними, и особенно дружит. Это все группы с межрегиональные выходцы из фальскистских организаций. Почитайте, что это комплименты. Есть, что мне сказать, я очень хорошо знаю. Вот, и еще шкурку, и шкурку, и шкурку, и шкурку, и шкурку. И вот присоединение между межрегиональной группой тогда, она сыграла большую роль. Ну, во-первых, удалось изменить соотношение сил в Кироградском совете рабочих. Благодаря, может быть, личной харизме Троцкого и его радостную искусству, это тоже пошло однобойно. Теперь еще возвращаясь к культу личности, к вопросу о культе личности, в данном случае, Булене. Мы не говорим о культе личности, мы говорим о роли, роли личности, как разновидности, как виде субъективного фактора. Во всем действиях Владимира Ильича в предоктябрьский период, в октябре и после, это роль этой личности. Троющий Ленин, как говорится, переоценить невозможно. Смотрите, в каких ситуациях он оказывался, достаточно часто оказывался, оказывался в нем в частности. Конечно, оказывалось, что он занимал единственную возможную крайнюю позицию. Вот тут это, ну, правильно пишет, интересно, смотрите, интересный мысль. Апрельские тезисы стали базовой основой полного переформактирования революционного движения. Создание последующей новой коммунистической партии, сменой программы обеспечения победы. То есть партия освободилась от прежних социал-демократических обносков и взяла курс на создание принципиально нового мирового движения, которое получило название коммунистическое. А у нас многие европейские компартии стали отказываться от названий коммунистическое, традиционного герминизма, старой школы, стали переименовываться с очень социалистическим. То, что наше движение так называется, о чем они говорят, у нас совершенно другая история. И случайно мы здесь схватили с фактической РКРП. И вот именно благодаря этому поддержка, благодаря именно тому, что они заняли такую позицию, сумели избежать разговоры, дискуссия о возможном, частичной, критической поддержке того же самого Ленинного проекта. Все дальнейшие действия, кстати, это дальнейшее, плохо, что эта работа не была опубликована, не была опубликована, до Автябрьской революции. Но там же Ленин все разглажил, все показал, что бы могло произойти, если вот так большевики не поступили. Вот этот поворот партии большевиков влево и движение столь радикальной эволюционной программы приблизило большевикам целой группы левой слои, не только рабочего, но и левой интеллигентской демократии. Хотя, традиционно, на эту часть его, как сейчас говорят, принято говорить, электората, смотрели как на свою, прежде всего, умеренно. Прогущие солдатские массы после этого перелома, причем это все подчеркивают, что это чувствовало создание, голосов поддержку у большевиков. Это произошло в большевизации, прежде всего, в большевизации Совета. В сентябре 17-го года, после подавления корневостного мятежа Совета, стали преобладать большевики уже в Советах под госпоспособностью. И в формате новой программой взросленностью, безоговорочно, стоял в 3-й совзятии власти Совета. То есть, у кого сомнений, даже те, кто раньше наступал, против этого не было. Сегодня уже и генерический товарищ Виктор Аркадьевич подчеркивает, да, до столетия негодащины Натябрьской революции почти 3 месяца еще. А вот сегодня, именно столетие того исторического решения, которое было принято на 6-м съезде в СССР, когда было принято, во-первых, решение о вооружении, о создании подготовки вооруженного востания, долго тоже дискуртировали, и проведение социалистической революции. Ну, так сказать, очень удобно. Вовремя мы здесь собрались, у нас есть более, так сказать, близкая, да, да, и не менее актуальная, чем победа СССР в СССР. Юрий Владимирович, я могу в любой момент закончить, я думаю. Закончил, закончил. Есть, да. И еще один момент, или единственное, что по классовому подходу, по классовому личности, это частично, а у личности я высловался, по классовому подходу, интересный момент. Вы знаете, у нас в Казахстане самое большое количество воюющих на стороне ИГИЛ, четкая корреляция из тех регионов, где самое бедственное положение людей. В данный момент это Джесказган, ФСБшники. КНБшники дают такую цифру, в общем, разные-разные. У нас на самом деле генерал есть, это отставной, вроде как консультант. Короче, цифровая варьируется так, от 700 до 1000 в этот период последний. Ну, естественно, не вращается, кто-то погибает и так далее. Многие говорят, что это мало, гораздо больше. Но вот эта корреляция, которую я вам говорил, она четко везде прослеживается. К чему я это говорю? Мы сейчас, кстати, это гуражная, называемая демократическая позиция Казахстана. Они все уверены, мы там нарезали, в долбели, хотя российское телевидение пока что смотрит. Вот что ИГИЛ создала Россию. Другая часть, значит, другая часть, считает, что меньшее, кстати, считает, что американцы, скажем, где. Вот я призываю к чему? К тому, что, кстати, внимательно переглядеться, ведь люди доедут часто от безысходности. То есть на это событие, на это явление, опять же, религиозный экстремизм, да не только религиозный, сейчас даже люди и неверующие атеисты очень часто решают вот такие радикальные действия, которые станут в частиле за десантином, кто с себя жигает, кто из окна выбрасывается, кто, прежде чем самому уйти, например, в прокурорах стреляет, или его печальника медицейского, помните, в конце, в 19 веке генерал-губернатора стреляли и так далее, взрывали. То есть вот радикализм нарастает. То есть я призываю к тому, чтобы более внимательно посмотреть на эти явления, в том числе на религиозный экстремизм, и посмотреть, подумать здесь, с какой стороны заходить в очередной массовый подход. Спасибо. Спасибо.